Энергетический эксперт Геннадий Рябцев, он уже с нами на связи. Геннадий, вас приветствую. Здравствуйте. Вот, собственно, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на своей страничке в твиттере написала о том, что Евросоюз утвердил новые санкции против России, и речь идет о седьмом пакете, в который, собственно, и вошел запрет на импорт российского золота. Ну и, как можно сказать, Великобритания впереди планеты всей идет, она уже запретила импорт золота с России, а с 10 августа запретит импорт российского угля, с 31 декабря откажется от российской нефти. Ну, это только лишь речь идет сейчас о Великобритании, остальные страны ЕС пока что еще таких вот ограничений на ряду с Британией не вводили. Тем не менее, седьмой пакет санкций, 148-й день полномасштабной войны в Украине. Некоторые европейские лидеры до принятия седьмого пакета санкций говорили, что не имеет смысла даже уже дальше продолжать этот весь черед санкций, поскольку они не особо эффективны в контексте того, что та помощь финансовая, которую Европа предоставляет Украине, она намного меньше, чем те финансовые платежи, которые Европа дает России за энергоресурсы. Есть такое дело, да, действительно. По большому счету, благодаря высоким ценам на энергоносители, Российская Федерация получает сегодня ежедневно до 1 миллиарда долларов только в качестве оплаты за эти самые энергоносители. И поэтому те меры, которые были приняты Европейским Союзом, они не настолько однозначны, как хотелось бы, глядя отсюда, из Украины. Речь идет в первую очередь о провозглашенном нефтяном эмбарго, который будет действовать с 1 декабря в отношении сырья и с 5 февраля по отношению к нефтепродуктам, которые производятся в Российской Федерации. Вот все это коснется, по меньшей мере, 43-45% российского импорта, российского экспорта. И это, безусловно, недостаточно для того, чтобы каким-то образом сократить доходы Российской Федерации от продажи нефтяного сырья и нефтепродуктов, так как есть еще Индия, есть еще Китай, есть еще целый ряд других потребителей российского нефтяного сырья. К тому же даже одно лишь объявление о том, что вот это нефтяное эмбарго будет работать с конца года, оно привело к росту нефтяных котировок. В результате Россия сейчас продает нефть по ценам примерно в 75-80 долларов за баррель, тогда как в федеральном бюджете Российской Федерации расчетной ценой нефти Юрлс названо 44,2. Поэтому сейчас целый ряд есть предложений со стороны европейских политиков, со стороны аналитиков Европейской комиссии. Они связаны в первую очередь с тем, чтобы сделать все, чтобы Россия не смогла зарабатывать на вот этих высоких ценах на энергоносители, которые спровоцированы в том числе и введенными санкциями. Примерно с той же целью сейчас не вводятся и ограничительные меры по природному газу. И речь идет лишь о добровольном сокращении потребления этого энергетического ресурса государственными членами Европейского Союза, поскольку полный запрет на покупку природного газа в Российской Федерации может привести к недостатку этого вида топлива в Европейском Союзе и резкому росту цен на него, что опять же играет на руку Российской Федерации. Резюмируя общий этот вопрос, бессмысленны вот эти вот санкции, которые выйдут против России или нет, учитывая тот момент, что энергетически Европа зависима от России и платит немалые суммы. Нет, безусловно, что они не бесполезны. И те доходы, которые будет получать Российская Федерация в этом году и, возможно, и в следующем, они не сопоставимы с тем уроном, который будет нанесен всей нефтегазовой отрасли Российской Федерации, основного донора федерального бюджета этого государства в будущее. И сокращение объемов экспорта, даже при увеличении доходов в нынешнем году от продажи нефти и природного газа, оно не сопоставимо с тем сокращением объемов добычи, которое станет следствием этого сокращения. Раз будет сокращаться добыча, если будут не разрабатываться новые месторождения, не будет интенсифицироваться добыча на уже открытых месторождениях из-за ухода из Российской Федерации всех ведущих сервисных компаний, ухода специалистов и прекращения инвестиций в развитие нефтегазового сектора, вот этот вот урон, комплексный урон, он действительно может в будущем привести к тому, что у России будет отобрано единственное серьезное оружие, которое у нее сейчас есть, помимо ядерного, это оружие энергетическое. Но ведь, Геннадий, сокращение объемов экспорта для России сейчас в какой-то степени сглаживается вот этими высокими расценками на сырье, и, соответственно, некая такая финансовая, можно сказать, подушка для России все-таки, она не то чтобы увеличивается, но приличная. И как долго в таком вот ключе российская экономика может просуществовать? Дело в том, что изъятие, простое изъятие из рынка мирового тех объемов сырья, которые Россия экспортировала, оно, безусловно, может заморозить эти цены. Но ведь рынки у нас глобальные, в том числе и нефтяной, в том числе и газовый рынок. Поэтому на этих рынках свято места пусто не бывает. И вместо российских поставщиков в достаточно краткосрочной перспективе займут другие поставщики. Та же самая Саудовская Аравия, те же самые Соединенные Штаты Америки, которые, как ни странно, превратились в результате исландцевой революции в одного из основных экспортеров как нефти, так и природного газа. Это государство-члены ОПЕК, это государство, которое не входит в эту организацию, например, Канада. Поэтому в ближайшее время те объемы сырья, которые были изъяты из рынка, они будут компенсированы другими участниками. Тем более, что по выводам целого ряда аналитических подразделений, в том числе финансовых структур, на горизонте просматривается достаточно глубокая рецессия, а следовательно и сокращение спроса на энергоносители по всему миру. Это неминуемо приведет к снижению котировок, и это произойдет, как только мир в целом поймет, что уход из рынка Российской Федерации со своей нефтью, со своим газом никаким образом не скажется на соотношении между спросом и предложением. А краткосрочные перспективы, те страны, которые могут заменить Россию, о каком промежутке времени мы говорим. Потому что, если мне не изменяет память, относительно недавно, кажется, это был Казахстан, который заявил о том, что есть приличные такие залежи месторождения нефти, и, собственно, мы можем вот эту нишу занять. И спустя какое-то время там произошел, кажется, взрыв, и вот эта тема утихла, убавилась, потому что оказалось, что и времени потребуется довольно-таки прилично для того, чтобы выйти на позиции экспортеров. Ну, речь идет, безусловно, не о Казахстане, хотя и он тоже является одним из подписантов соглашения ОПЕК+. Но речь идет о государстве, которым нарастить объемы поставки сырья легче, которое не требует открытия, разработки, разведки новых месторождений, которым просто достаточно немножко открутить вентиль. Ведь не секрет, что на Ближнем Востоке большинство месторождений, у них нефть находится под давлением. И скорость отбора сырья определяется мощностью трубопроводов и мощностью портовой инфраструктуры, которая эта нефть забирает с месторождений. Поэтому очень важными были результаты договоренностей, которые недавно были достигнуты в Саудовской Аравии, между Соединенными Штатами и Саудовской Королевской семьей. И опять же, очень многое зависит от дальнейших мер ОПЕК, о том, какие квоты, то есть сохранятся ли вообще квоты на добычу сырья, которые сейчас действуют и ограничивают возможности всех основных государств, экспортеров этого сырья. Что же касается, что такое краткосрочная перспектива, то это перспектива более одного года, то есть от двух лет и далее. То есть два-три года в течение двух-трех лет, я думаю, что мир и не вспомнит, что было такое государство-экспортер, как Российская Федерация. А за эти два года Россия переориентируется на Восток, а Европа? Частично Российская Федерация в состоянии переориентировать свои экспортные потоки на рынки Юго-Востока, это азиатские рынки, африканские рынки. Однако эти возможности, опять же, ограничены той существующей инфраструктурой, теми трубопроводами и теми портами, которые могут направлять эти объемы на рынки Индии, Китая и других государств. Если сейчас проанализировать эти возможности, можно понять, что переориентировать удастся лишь четверть из того, что попадает под санкции после 5 декабря нынешнего года. И это означает, что России необходимо или вкладывать средства в реализацию долгосрочных трубопроводных проектов, во-первых, этих средств недостаточно, во-вторых, специалистов для постройки таких инфраструктурных сооружений, какими являются магистральные нефтепроводы, тоже недостаточно. Да и, собственно, и желание принимать намного больше российской нефти у того же самого Китая как-то так не очень много, так как тот проект, который предлагала Российская Федерация, а именно постройка трубопровода через Монголию, Китаю не подходит, так как КНР не хочет зависеть от транзитера, от государства транзитера, которое может стать Монголия. Поэтому только четверть из того объема, который подпадет под ограничения, по тембаргам, может быть переориентирован на другие рынки. Что же касается остальных объемов, а это ни много ни мало, больше 100 миллионов тонн одного лишь нефтяного сырья, то что с ними делать, непонятно, поскольку на территории Российской Федерации они не востребованы. Следовательно, пойдет речь о сокращении добычи, о прекращении использования тех месторождений, на которых добывается нефть из сложных геологических структур, трудноизвлекаемая нефть. Следовательно, это означает сокращение научно-исследовательских работ, сокращение разведки, сокращение освоения. И это в свою очередь означает, что пик добычи нефти Российской Федерации уже пройден, а и дальше одно лишь сокращение добычи и прекращение, и, скажем так, и потеря энергетического оружия, которое было в руках Российской Федерации на протяжении, ну и до этого Советского Союза, на протяжении. Относительно недавно СМИ писали такую новость, что Иран может, собственно, поставлять вооружение России. И тогда появилась некая такая сплетня, но она вроде как имела под собой какую-то подоплеку, потому что те издания, которые сообщали об этом, ссылались на источники высокопоставленных чиновников. Речь шла о том, что якобы могут ослабить санкции относительно Ирана, который даст возможность расширить объемы своего экспорта. На днях знаем, что состоялся визит российской делегации в Иран, и вот в ходе этого визита иранская национальная нефтяная компания и «Газпром» подписали в Тегеране меморандум о сотрудничестве. Я правильно понимаю, что Иран все-таки выбрал путь сотрудничества с Россией? И вот этот вариант, который ставили ставки, скорее всего, Запад, Америка, что ослабят санкции Иран увеличить объемы экспорта нефти, ну, собственно, теперь рассчитывать на замену российской нефти не имеет смысла. Иран не является союзником Российской Федерации, как и любая другая страна в этом мире. Иран преследует исключительно собственный национальный интерес. Если сотрудничество с Российской Федерацией будет вредить национальным интересам Ирана, например, ограничивать его возможности по экспорту нефтяного сырья, то, безусловно, никакие меморандумы не станут причиной для того, чтобы Иран вместо того, чтобы наращивать экспорт нефти, обращал внимание на эту записку для памяти. Напоминаю, что меморандум – это всего лишь записка для памяти в переводе, а никакого договора о том, что Иран будет сокращать объемы добычи или ограничивать ее каким-либо образом для того, чтобы помочь Российской Федерации преодолевать санкции. Такого, безусловно, нет. Но нужно же было что-то подписать. Ну, подписали меморандум. В любом случае, санкционная политика в отношении Ирана, она достаточно сложная. Мы видим здесь противоречия и определенные разногласия между Европейским Союзом и Соединенными Штатами Америки в отношении того, какими должны быть санкции против Исламской Республики Иран в будущем. Ну, здесь открывается достаточно широкое поле для продолжения переговоров, для консультаций. Они ведутся как на уровне Иран-ЕС, так и на уровне Иран-Союзной Штаты. Я думаю, что там подписано намного больше всевозможных меморандумов. Просто они не афишируются так, как это сделала российская пропаганда. Сегодня, 21 июля, после технического обслуживания Северного потока-1, утром вновь начались поставки по немецко-российскому газопроводу. Много кто говорил о том, что Россия не возобновит поставки газа. И, собственно, вот та причина, на которую ссылалась Россия, проведя эти технические ремонтные работы, тоже были очень сомнительны. Но, тем не менее, поставки возобновились. Кажется, в 40% эквиваленте поставки будут проходить. Но, тем не менее, что случилось, что Россия решила все-таки дальше продолжить сотрудничество? Учитывая то, что все эти 148 дней полномасштабной войны в Украине, мы слышали о том, как именно эта игла постоянно всплывала в разговорах. о том, что, скорее всего, прекратят, потому что России необходимы рычаги давления. Здесь что, слабину какую-то показали? Зависимость очень так важна? Зависимость проявляется больше для России, чем для Европы? Тут две причины, на мой взгляд, основные. Первое, деньги нужны, а второе, газ некуда девать. Ведь газ – это не такой ресурс, который можно где-то спрятать или куда-то закачать снова. То есть, газ необходимо продавать, если его уже добыли. Поэтому должны работать трубы, которыми этот газ поставляется потребителям. И можно, конечно, сколько угодно размахивать этим жупелом газовой войны и тем, что мы вот-вот перекроем газ полностью, но возможности достаточно ограничены. То есть, воевать газовой трубой, я думаю, в России уже научились, и они понимают, что достаточно сделать ряд громких заявлений, и это поднимет, например, котировки на европейских газовых хабах. Достаточно пригрозить тем, что поставки не возобновятся, и это поднимет котировки на европейских газовых хабах, которым привязаны цены в среднесрочных, долгосрочных контрактах, подписанных между российскими поставщиками и европейскими потребителями. И здесь есть, открывается, снова существует, в общем, она никуда не исчезала, вот это поле для дальнейших манипуляций и для дальнейшего использования вот таких вот точечных уколов, которым, к сожалению, нынешний европейский газовый рынок недостаточно готов. Если раньше, допустим, любые заявления на цены для конечных потребителей влияли мало, поскольку цена на природный газ была привязана к ценам альтернативных энергоносителей, к мазуту, газойлю, к корзине нити-продуктов, к оптовой цене электрической энергии на европейском рынке, то теперь все это определяется именно торгами на этих самых хабах. И там в основном первую скрипку играют финансовые спекулянты. Зная, прекрасно зная это, в Российской Федерации будут использовать в первую очередь информационные вбросы и заявления первых лиц государства для того, чтобы раскачивать эти котировки, для того, чтобы увеличивать их амплитуду, для того, чтобы зарабатывать как раз на угрозе прекращения поставок. Что же касается полного прекращения поставок, да, оно возможно. Имеется в виду полное прекращение поставок природного газа Российской Федерации и через Северный поток, через Украину и через Турецкий и Голубой потоки. Однако это приведет к тому, что, во-первых, Российская Федерация лишится того, чего ее хотят лишать, лишить союзники Украины, вводя санкции, а именно доходов. И, второе, это вряд ли приведет к... Ну, мало, очень маловероятно, что это приведет к отмене хоть каких-либо даже самых небольших санкций, введенных против Российской Федерации. Но, опять же, в-третьих, а куда этот газ девать? То есть он не востребован на территории Российской Федерации, поскольку нет инфраструктуры, трубопроводов малого давления, несмотря на то, что даже в Московской области огромное количество потребителей, огромное количество населенных пунктов до сих пор не газифицировано. И в отличие от нефтяного сырья, по которому хотя бы есть альтернативные маршруты транспортировки, например, там с севера на восток и в район Владивостока, то по газу таких альтернатив в Российской Федерации нет. В Российской Федерации даже не существует в ее распоряжении технологий, крупнотоннажного сжижения природного газа. Одна технология средне-тоннажного принадлежит и то частной компании «Новотек», а не «Газпрому» или «Газпромэкспорту» или какой-либо сервисной компании из ее орбиты. Так что здесь, безусловно, может быть принято политическое решение о полном прекращении поставок, но это будет не менее болезненно для Российской Федерации, чем для европейских потребителей. Но я правильно понимаю, что на осень стоит, возможно, ожидать новых каких-то таких волнений именно со стороны России, учитывая то, что вот сегодня, на сегодняшний день, и какова вероятность, что именно со стороны России будут прекращены поставки газа? Очень велика вероятность. Однако эти поставки будут прекращаться, но эти будут делаться заявления. Это, возможно, какие-то там, например, придумают какое-то очередное форс-мажорное обстоятельство. Там какие-нибудь миграции каких-то птиц или там рыбок в Балтийском море или там что-нибудь, какие-нибудь там грибы, например, там, значит, сбор грибов жителями там Ленинградской области или там еще чего-то. Ну, в общем, любую причину, почему бы и нет, можно чем угодно обосновать прекращение транзита. И вот такие заявления, они, безусловно, будут приводить к тому, что цены на газ будут колебаться, точнее, будут они расти. Раз они будут расти, следовательно, будут недовольны конечные потребители, в первую очередь граждане, государства-членов Европейского Союза. Они там будут протестовать и, естественно, будут требовать от своих национальных правительств каким-то образом ограничить рост цен. И вот на это именно на противостояние между гражданами, национальными правительствами, государств-членов Европейского Союза и рассчитывают в Кремле. Они думают, что... Они думают, что это все приведет к тому, что национальные правительства, выбранные, безусловно, по демократическим процедурам, будут вынуждены пойти на уступки своим гражданам, следовательно, пойти на уступки Российской Федерации. Но я не думаю, что это произойдет. Во всяком случае, тот план, который вот на днях был принят в Европейском Союзе, те шаги, которые будут направлены на сокращение зависимости от поставок российского природного газа, свидетельствуют о том, что никто в Европе не собирается становиться на колени и умолять Путина о возобновлении сотрудничества в том объеме, в котором оно было до 24 февраля. Геннадий, последний вопрос. Если действительно есть такая вероятность, что Россия единолично может прекратить поставки газа в Европу, почему тогда не внести полный эмбарго на российский газ в тот же самый седьмой пакет санкций? Нет, полного эмбарго не будет в седьмом пакете санкций или в восьмом пакете санкций. Европа сейчас не готова к полной замене российских углеводородов в собственных энергетических балансах. И тот план, который говорит о полном отказе от экспорта нефти, газа, угля, других энергоносителей из Российской Федерации, он рассчитан до 2026 года. Сейчас будут предприняты временные меры, но для того, чтобы европейские страны благополучно прошли нынешний отопительный сезон, предстоящий отопительный сезон. Однако эти меры являются временными. И понятно, что увеличение объемов закупки энергетического угля в настоящее время противоречит тем документам стратегического направления, которые были приняты в Европейском Союзе ранее. Тем же самым документам, направленные на энергетический переход, на увеличение доли возобновляемых источников и сокращение доли энергоносителей в балансе загрязняющих окружающую среду. Сейчас действительно увеличены закупки энергетического угля, но это лишь для нынешнего отопительного сезона. Те меры, которые предусмотрены общим планом энергетического перехода, они все-таки рассчитаны на среднесрочную перспективу до 2026 года. И они будут реализованы вне зависимости от того, что будет в нынешнем отопительном сезоне с ресурсами, с ценами и соотношениями между Европейским Союзом и Российской Федерацией. Геннадий, буду к вам говорить уже спасибо. Наше эфирное время завершается. Но благодарю за разъяснение. С нами был на связи энергетический эксперт Геннадий Рябцев. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok